В Староскольском округе сегодня проживает 59 тысяч человек старше 60 лет и почти у каждого не меньше трех хронических заболеваний. Проблема их лечения стоит достаточно остро. В поликлинике окружной больницы Луки Крымского начал прием врач-геронтолог, медицинский специалист, основное направление деятельности которого – оказание помощи пациентам преклонного возраста. Это старость. Нередко люди преклонного возраста слышат такой ответ на свои жалобы. Аритмия, гипертония, остеохондроз – с годами болезни только прибавляются. С возрастом должен меняться и подход к лечению. В Старом Осколе два года назад в штатном расписании второй поликлиники появился специальный врач для людей старческого возраста – гериатор. Самому молодому пациенту Галины Ивановой 60 лет. Геронтология – это наука о старости, а гериатрия – это уже медицинская наука, врачебная, которая занимается лечением старых и пожилых людей. Старый и пожилой человек очень отличаются и болезнями, и образом жизни. Лечение специфическое отличается от лечения у молодых. Там и другие дозы, другие препараты, свои показания и противопоказания. Если терапевт тратит на одного пациента 15 минут, то гериатор отводит на прием 30. Для правильного лечения врач разделяет симптомы болезни и возрастные особенности. Моя задача – выделить именно гериатрические синдромы. Самый главный синдром – это старческая астения, куда входит нарушение памяти, недержание мочи, состояние тревоги, депрессивное настроение. Все это выявляю. Маломобильность, нарушение слуха и зрения. И главное – синдром падения еще. Главное – устранить, предупредить вот эти синдромы. Гериатор – врач-универсал и занимается комплексным лечением. От сердечно-сосудистых заболеваний до болезней костно-мышечной системы. Раиса Михайленко уже оценила удобство многопрофильного приема. Человек сидит на своем месте, на своей работе. Он выполняет свою работу. Какая нам нужна? Спасибо врачу, что обращают на пожилых внимание. Регулярное посещение врача-гериатора поможет стареть правильно и сохранять бодрость и активность на долгие годы.